Девушки отдыхают Президент Украины Виктор Янукович бежал из страны. Новое правительство было сформировано из представителей оппозиции и героев революции, которых буквально занесли на руках на хлебные должности. Преимущественно это были активисты Майдана и члены нациалистической партии «Свобода». Главой Национального банка Украины стал комендант Евромайдана Степан Кубев, а генеральным прокурором – свободовец Олег Махницкий. Мы защищаем украинскую экономику, мы способны построить страну, где можно будет создать новые рабочие места, где прийдут иноземные инвестиции. Мы сделаем это надзвичайно быстро. Новые политики едва ли не на каждом углу обещали построить новую страну – Украину без коррупции. Европейскую страну, в которой экономика будет расти и развиваться, как на дрожжах, а гривна – крепнуть день ото дня. Эти деньги украла бывшая власть. Видно, в Украине действовала мафиозная структура. Практически все общественные отношения на Украине строились на коррупции. То есть это был своеобразный синдикат, который занимался зарабатыванием денег противозаконным образом. Конечно же, наши герои обвиняли во всех проблемах предыдущую власть. Но любопытно, что избавив страну от так называемой мафиозной власти, представители власти новой создали собственную мафиозную структуру. И Олег Махницкий и Степан Кубев на поверку оказались самыми настоящими коррупционерами. Ущерб, который они нанесли государству, оценивается даже не в миллионы, в миллиарды гривен. Генпрокурору Олегу Махницкому, уже после того, как он будет отстранен от хлебной должности, предстоит повторить путь беглого президента Януковича. Правда, путь пламенного нациалиста Махницкого лежит не в российский Ростов, а в столицу Великобритании, Лондон. Где самый честный генпрокурор прикупил недвижимость себе и своей гламурной дочери. Той самой, которая любит выкладывать в социальных сетях свои фотографии с модных курортов. Бывший глава Национального банка Украины пока еще не покинул пределы страны. Но после того, как на господина Кубева было открыто уголовное дело в связи с злоупотреблением служебным положением, у него есть только два варианта. Либо дальняя дорога вслед за своим дружком Махницким, либо казенный дом. Но если бы еще в феврале, до того, как Махницкий и Кубев были назначены на свои должности, общественность нашла бы время приглядеться к нашим героям пристальней, то стало бы предельно ясно, этих людей во власть пускать нельзя. Например, когда будущий казначей Майдана руководил кредо-банком, то в 2004-2005 годах против него были открыты уголовные дела. Речь шла о том, что банкир создавал схемы, по которым банк реализовывал налоговое имущество по кредитам должников и отмывал средства через описание долгов-дебиторов. Если бы не покровительство Виктора Ющенко, то лисье в банковском курятнике, как назвали Степана Кубева, острые на язык журналисты, пришлось бы осваивать новую для себя профессию в одном из украинских исправительных учреждений. Например, профессию швей-мотористки. А ведь вся эта история о подвигах Кубева на ниве экономической преступности находилась в свободном доступе. Достаточно было только погуглить. После этого верить обещаниям Степана Кубева, себя не уважать. А обещал он много. Например, что кредит Международного валютного фонда поможет укрепить украинскую банковскую систему. Мало того, снизит курс гривны. Голова Национального банку Украины Степан Кубев каже, что программа МВФ допоможе сміцнити украинскую банковскую систему. А это, разом с другими факторами, снизит курс гривни. Попереднюю валютную политику уряду Кубев называет неправильной. После получения транши от Международного валютного фонда, Международных институций, Европейского банкового реконструкции и развития, курс будет фундаментального характера. Он будет абсолютно принят и рынком, и в целом гражданами Украины. Когда забрали складовую спекулятивную характеру, то курс будет набагато нижче, и он будет носить фундаментальный характер, который будет приятен для этого уровня инфляции, для тех перетворений, которые проводит сегодня Украина. И самі ці перетворення кожному з нас, особливо для майбутніх поколінь, дають надійний фундамент якісного життя людей. Но, как мы знаем, все произошло с точностью до наоборот. У Кармила главного банка страны оказался коррупционер. Нечистым на руку оказался его коллега по Евромайдану Олег Махницкий. Будущий генпрокурор не постеснялся указать налоговой декларации, что живет на одну минимальную зарплату, а в булочную ездит на скромной Тойоте Камри 2007 года. Хотя на тот момент Олег Махницкий являлся совладельцем юридической фирмы. Впрочем, когда юрист партии «Свобода» уселся в комфортное прокурорское кресло, то в нем и следа не осталось от былой ложной скромности. Уже через месяц пребывания в новой должности генеральный прокурор стремительно разбогател. Обнаружилось это случайно. Вот что писал в своем блоге известный журналист Сергей Лещенко. Генерального прокурора Махницкого бачил и сегодня увидели продажи в престижной нарухомости Новопечерске-Лыбке по улице Драгомирова, 14. Приехав на новенькому Mercedes S-классу у супроводі трьох охоронців. Менеджер показував будинки на макетах, щось пояснював. Махницкий був із жінкою. Візит здійснював о 10-й ранку, в робочий час. У Махницкого та його дружини в декларації за 2013 рік немає ні копійки заощаджень. Коментувати не буду. Пропоную робити це вам. Трехкомнатная квартира в этом доме стоит ні много, ні мало 100 млн грн. Откуда такие средства у скромного генпрокурора? Мало того, у борца с мафиозной властью, у бедного юриста, который умудрялся прожить месяц на 900 грн. Ответ простой. Взятки. Уже 26 февраля, через два дня после назначения господина Махницкого на высокую должность, появилась информация о том, что в Генеральной прокуратуре начались активные торги за должности. По данным журналистов сайта Anticore.com.ua, кресло областного прокурора оценивалось в 3 млн долларов. Прокурорское место дешевле – всего лишь 300 тыс. За такие деньги можно купить не то, что трехкомнатную квартиру в Новопечерских Липках. При желании можно выкупить всю элитную высотку целиком. Впрочем, раздача должностей за огромные деньги – не единственная статья дохода Олега Махницкого. Очень прибыльным бизнесом стало также закрытие уголовных дел. В частности, бывший генеральный прокурор вывел из-под удара Фемиды Валерия Ясюка, главного фигуранта уголовного дела по так называемым «вышкам Бойко». Афера с вышками Бойко обошлась украинскому бюджету в 300 млн долларов. Вот вам и пламенный борец мафии. Впрочем, бывший генеральный прокурор не брезговал и крышеванием самого обычного бандитизма. Сегодня в полтретьего ночи 20 человек ворвались в здание Укрбизнесбанка, связали находящихся там шестерых охранников и заперли их в отдельной комнате. Нападающие были крайне хорошо вооружены, кроме палок и бит. У них были автоматы Калашникова и пистолеты. Нейтрализовав охранников, они начали вскрывать сейфы финансового учреждения. По информации ряда СМИ, в банке могло находиться очень много наличных. Дело в том, что Укрбизнесбанк является одним из уполномоченных по выплате пенсии населению. Налетчиками, которые напали на банк, оказались так называемые воины Нарнии. Одна из сотен, которые входили в самооборону Майдана. Вызволять этих молодчиков из милиции приехал лично секретарь СНБО Андрей Порубий. А благодаря генеральному прокурору Олегу Махницкому, эти малолетние бандиты смогли избежать тюрьмы. А их что, ведь пустыло? Что-то, скажу, что ведь пустыло, не знаю. А с информацией на улице? Ну, я сегодня принято закон про национальную партию. И с сегодняшнего дня будет идти в банк. Ну, видно снова пограбление банку. Что касается ограбления банка, прокуратурой возбуждено уголовное дело, производятся следственные действия. Конечно же, за всеми этими хлопотами у господина Махницкого все никак не доходили руки до исполнения своих непосредственных обязанностей, которые заключаются в том, чтобы не разоблачать преступников, а отмазывать их за взятки в особо крупных размерах. Как закономерный результат таких титанических усилий генерального прокурора Махницкого, ни одно громкое дело последних нескольких месяцев так и не было доведено до суда. До сих пор мы не увидели на скамье подсудимых всех тех, кто избивал Татьяну Черновол, отрезал ухо Дмитрию Булатову и расстреливал на Майдане митингующих и снайперского оружия. Степан Кубев на новой должности тоже не терял времени даром. В качестве главы Национального банка Украины Степан Кубев действительно работал, не покладая рук. Буквально на следующий день, после того, как комендант Майдана уселся в кресло на банковой, он начал зарабатывать деньги. Причем также в особо крупных размерах. Я буду профессионально подходить к этой посаде. В финансовой сфере я около 15 лет. Комендант Евромайдана не соврал. К этой задаче он подошел действительно с большим профессионализмом. Первым делом новый глава Национального банка принялся щедрой рукой раздавать рефинансирование банкам, запуская руки в казну, как будто в собственные карманы. Но каким именно банкам выделялось рефинансирование, долгое время оставалось тайной за семью печатями. Вот вам и прозрачность работы НБУ, которую пообещал Степан Кубев. Но, когда в начале апреля, всего лишь через месяц и одну неделю после назначения нашего героя на должность главы регулятора, курс национальной валюты к доллару обрушился до рекордных 11 гривен, у журналистов к Степану Кубеву возникло много неприятных вопросов. Главный вопрос – каким именно банкам было выдано рефинансирование? И вот здесь-то как раз и открылась страшная тайна коменданта Евромайдана. Наибольший объем средств для рефинансирования в общей сложности 9 миллиардов гривен получил «Приватбанк» одиозного Игоря Коломойского. В оценке личности Коломойского сходятся во мнении даже самые заклятые оппоненты. Экс-президент Украины Виктор Ющенко отозвался о нем, как о человеке, у которого руки по локоть в крови. А действующий президент Российской Федерации считает владельца «Приватбанка» уникальным проходимцем. Вот где, в Днепропетровске, да, господина Коломойского привели к власти в качестве губернатора. Ну, это просто уникальный проходимец. Он даже нашего олигарха Абрамовича надул два года или три года назад. Абрамович, как говорят у нас в кругах просвещенной интеллигенции, кинул, заключили контракт, какую там сделку. Абрамович перевел ему несколько миллиардов долларов, а тот сделку не довел, прикармонил денежки. Впрочем, сам Коломойский и не скрывает, что он за человек. Опасный хищник, который ради прибыли не остановится ни перед божьими законами, ни тем более перед криминальным кодексом. Но и это еще не все. Как оказалось, еще 4 миллиарда гривен Степан Кубев предложил освоить своим давним партнерам и друзьям. Олегу Бахматюку, которому принадлежит ВАП-банк и Банк финансовая инициатива, а также Николаю Лагуну, владельцу Дельта-банк. И не просто предложил, а за откат в 25%. То есть получается, что 1 миллиард гривен из 4 миллиардов Степан Кубев положил в собственный карман. Суть аферы была проста до гениального. Вороватый руководитель Нацбанка знал, что Международный валютный фонд требует от Украины отпустить гривну в свободное плавание. На практике это означало бы резкую девальвацию национальной валюты. Поэтому все, кого Степан Кубев посвятил в ситуацию, а это, как мы помним, главы 4 банков, получили уникальную возможность сыграть на купле-продаже и добавить к своим капиталам по нескольку миллиардов. В результате банки, которым глава НБУ выделил щедро рукой 21 миллиард государственных средств, начали на эти деньги массово скупать валюту на межбанковском рынке. И курс гривны обвалился. Сам глава Нацбанка в это время уверял журналистов, что регулятор мужественно сражается с валютными спекулянтами, которые обвалили курс. Получается, что Степан Кубев в это время боролся сам с собой. Не зря генеральный прокурор и руководитель Нацбанка, после того, как указом президента от 18 июня были освобождены от своих должностей, устроили дикую попойку. Махницкий и Кубев надеялись заглушить алкоголем страх перед тем, что все их темные делишки вылезут наружу. Но пьяный загул не помог. Вся правда о том, как разбогатели честные и неподкупные госчиновники Степан Кубев и Олег Махницкий, попавшие в правительство по квоте Евромайдана, все-таки стала достоянием общественности. Тебя посодят, а ты не воруй. Семен Васильевич, вы же у меня в доме. Твой дом тюрьма. Папа, твои казарменные шутки сегодня неуместны. Инка, Инка, что делать? Что делать? Сухари сушить. Остается пожелать нашим героям, чтобы они не смогли воспользоваться наворованными миллионами и миллиардами, чтобы уйти от ответственности. Их дом тюрьма. И тюрьма по ним, что называется, плачет.